Покер-бет. Оберайз в спорте. Симбиоз с северокорейскими войсками нашей войны. Воздушная составляющая был бы... С военной точки зрения отличная идея. С военно-политической тоже отличная идея. К чему это все приведет и как это будет сделано. То есть мы можем придумать хорошую конфетку, а в итоге выполнить ее как-то не так, или упаковать в дурную этикетку, или красивую этикетку, значит, дурную конфетку. Очень боятся, что на границе с Украиной появятся корейские военнослужащие. Там много вопросов задают. Я даже не от вопросов... Давно это муссируется, давно об этом говорят, но нужна политическая воля двух лидеров для того, чтобы северокорейские солдаты появились на украинском фронте. И нужно ли это? Ну это... С нашими системами управления, с нашей тактикой, стратегией. Нам нужно сначала, вот правильно говоришь, провести учения, и не раз. А просто взять корейских солдат, которые не знают русского языка, и сунуть их на фронт для чего? Просто ради мяса? Не наш... Нет смысла. Обычно по осени считают цыплята, на шоу Соловьева считают севернокорейских солдатиков, а Путин считает мировых изгнанников, которых он приглашает к себе. В этом сентябре Кимчинын, Лукашенко, и не только обо всех этих встречах разговариваем с Геннадием Гудковым, российским оппозиционным политиком, и делаю это я, Ирина Узлова. Геннадий Владимирович, здравствуйте, рады приветствовать. Да, Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, все, кто нас слышит, видит и будет с нами в эфире. Ну, предупреждаю, что я пока никак не сживу свои дефекты голоса. Буду попивать воду, чтобы все-таки приводить его в более-менее какое-то божеское состояние. Готов к вашим вопросам. Мы всегда готовы и рады вашим ответам. Если что, поможем вам. Главное, не как звучит, а что? Звучит-то спасибо вам. А как вы думаете, Геннадий Владимирович, почитал ли Путин количество тысяч километров или сколько там, которые ему пришлось преодолеть? И с европейской, так сказать, только географически, правда, части России к Владивостоку, куда приехал Ким Чен Ын, кто к кому ехал, учитывая расстояние, которое они преодолели, кому больше нужна была эта встреча и зачем? Ну, я думаю, что Ким далеко не поехал. Он сказал, Путин, тебе надо, ты приезжай. Путин сгонял примерно 10 тысяч километров. Ну, 9, наверное. Я летал в Владивосток. Полет занимает где-то 10 часов примерно. Около 10 часов. Ну, там плюс-минус. Это меньше, чем в Нью-Йорке. Поэтому вот можете представить. Причем это полет на восток, он всегда сложнее, чем на запад. Из-за временной сдвижки. Поэтому Путин явно туда летал, потому что ему это нужнее, намного нужнее, чем самому Киму. И не только ведь Путин летал, там целая свита. Они все туда полетели, все плохо спали, все были в таком состоянии рекламатизации. Но вот, видимо, им очень это надо. Потому что больше летать и встречаться больше Путина не с кем. То есть, он унизил страну этим самым. То есть, я не помню, кто бы встречался из-за советских даже руководителей. Мне кажется, вообще не было встреч. Или приезжали в Москву. Вот как-то было совершенно по-другому. Теперь мы видим, что старший брат нужен даже не Китай, а старшим братом становится вот этот Ким Чен Ын. Это человек, превративший страну в конституционный лагерь, в котором живет, по-моему, там около 40 миллионов человек. Вот цена сегодня России. Россия снюхала со всеми самыми кровавыми, отмороженными, изгоями мировыми. И сама таковым становится. Но, тем не менее, Путин, по всей видимости, очень рад тому, что к нему приезжают вот такие красные дорожки, фотографии, меню обедов, какие-то там вареники с кальмарами или с крабами были. Он видит Ким Чен Ына и видит свое счастливое для него будущее. Думает, вот хорошо. Передается власть от династии к династии, от деда к внуку, дальше к сыну. И все нормально. И Путин, думаю, там нет, приходится деньги считать, выборы проводить. Как говорит Песков, дорогой бюрократией заниматься. Завидует? Конечно, конечно. Потом же он еще больше всего завидует вот этой вот всеобщей любви корейского народа к своему руководителю. Потому что, если ты не любишь руководителя, то тебя дадут на корм собакам. Вот эта радость, она такая за счет оболванной пропаганды и жуткого страха за свою собственную жизнь. Она вот показной характер такой носит. У Путина этого нет. Его все равно там все посылают либо открыто, либо на кухне. И, конечно, такой любви. И вот это вот, что там люди описывались и прослезились три раза при виде своего вождя. Такого, конечно, Путина никогда не будет. Но есть только кто захочет помочь на Кремль. Вас уж извините за подробности. Поэтому, конечно, завидует. И хотел бы построить это, но он уже не успеет. Я думаю, что он уже этого не успеет. В России невозможно. Мне кажется, так быстро все сделать. Вот до такого уровня довести массовые репрессии. Да я лечу в горло, чтобы с вами нормально общаться. Ну вот, поэтому нет, у Путина такая несколько не получится. Наверное, не получится. И должна получиться. Мы не дадим. И мы так тем более, особенно наши вооруженные силы на поле боя. А потом и на Кремль... Она знает, что мы с вами вместе не дадим бы с одной стороны, а мы с другом. Она знает, что и на Кремль потом каждый сделает то, что он желает сделать. На Кремль мне понравилась эта идея. В принципе, неплохо. Особенно, если бы это было массово. Как раз бы вот олицетворило все то, что там сидит. И на что оно там заслужило. Пока оно там просиживает свои вот те остальные места. И все-таки, Геннадий Владимирович, а зачем они встречались, если, сообщает наша украинская разведка, что полтора месяца, как пхеньяны, без того снаряды артиллерийские поставляют Путину. В осенью прошлого года еще находили части запчастей, маркированные с севернокорейскими разными знаками. Зачем это было легализировать? Чтобы точно показать миру, который и без того обеспокоен и следит, что вот они. Ну все же понимают, что они не о сельском хозяйстве там разговаривали. Ну конечно, не о сельском хозяйстве, хотя жратвы там в этой стране маловато. Если бы не Китай, они бы давно загнулись. Засердная Корея, конечно, стоит Китай. Это понятно. Но тут еще один вопрос. Чем Россия расплачивается-то будет? Я боюсь, что Ким настаивает на передаче ему в качестве оплаты ракетных и ядерных технологий. Вот это то, чего должен мир внимательно следить, опасаться и вовремя принимать меры. Потому что это трудно держать в власти исключительно на штыках и на диком страхе. Он рвется к ядерному оружию, к серьезным ядерным арсеналам, средствам доставки. В России, увы, это есть. И вот, видимо, здесь надо сейчас очень внимательно следить за всей ситуацией, как говорится. Следите внимательно за руками вот этих фокусников, которые собрались в Владивостоке для того, чтобы обменяться чем-то смертоносным. Я думаю, что вот это может быть причиной визита самого Путина. Он вылез из бункера, наконец-таки отважился. Там не нужно было целовать мальчиков, девочек. Пупок, вот, и вообще-то двойника, если он есть, не нужно было использовать. Но, тем не менее, вот, для того, чтобы принять решение о передаче ракетных ядерных технологий, его присутствие было в Путинском, настоящего Путина, было необходимо. Я боюсь, что вот именно об этом они говорили. Разные были версии. Тоже Цвизильбер, израильский журналист, в моем эфире говорил, что наоборот подсунули Кимчины на двойника. Судя по заявлениям, которые мы слышали на Восточном экономическом форуме, ну, может, там и был двойник, а во встречах, наверное, нет. А ему сейчас все равно, Ким, так все равно, двойник, он не двойник, он его ни разу не видел. Эль видел один раз в девятнадцатом году, там, в вагоне бронепоезда своего, он же ничего не помнит. Вот, поэтому он тут мог и двойник сработать. Дело в том, что, как вы видите, какие решения будут приняты, наверняка какая-то истинная струкция даже у двойника. И, ну, я вообще хотел бы сказать так, что вот Япония и Южная Корея тоже сейчас не отсидятся в этой войне. Мы это уже четко с вами видим, я думаю, что и они это видят. Поэтому, чем быстрее будет одержана победа, тем меньше рисков для человечества. Вот это надо понимать главное. А неважно, вообще, двойник, тройник приехал туда. Для Кима они все и Путины. Он их не знает, ни разу с ним не общался и ничего о них не помнит. Поэтому для него и двойник сойдет. Южная Корея реагирует, называет эту ситуацию опасной и что следит за ней. Напоминают нам, что именно поэтому Южная Корея особо не поставляла Украине оружие. Потому что как раз и опасалась вот такой консолидации, вот такой кооперации мировых изгнанников, изгоев и настоящих людоедов. Просто такие, как тоже упомянутый нами Невзоров их называет, который назвал это встречей Пыня и Иня. Геннадий Владимирович, насколько это масштабирует действительно угрозу не только лишь на территории Украины, вот такая кооперация, а в регионе и Китай. Он просто за всем этим наблюдает, дает добро, может как-то осудить, остановить. Если да, почему не хочет останавливать? А Китаю не выгодно, он ведет двойную игру. Вот у меня такое впечатление. Он и американцам, как говорится, типа вредит за мстит, за что-то, за визит Пелоси на Тайвань. И вроде бы типа говорит внешне, что не надо там никаких обострений, не надо поставлять оружие. И оно, что и так, и так. У него же вот этот Северный Корейный интерфейс. Китайский интерфейс. Ну, не было бы страны там, ничего бы не было, если бы не Китай. А теперь еще Россия. Санкции, они теперь, видите, они же договорились, что санкции сняли. Китай, Россия договорились. В этой ситуации, как Украина, что бы эта ситуация поменялась? Да ничего не поменялось, война идет. И они хотят использовать, разыграть эту северокорейскую карту. Поэтому, что санкции надо снимать, для чего снимать? То есть, они показывают, что блок формируется в Иран, Северная Корея, Россия, стоящие вроде бы как рядышком, ни к чему не причастны, на самом деле, участвующие в этом Китай. И эти африканские упырили доеды, которые приезжали к Путину в Санкт-Петербург. Вот, собственно говоря, Путин сейчас образовал альянс против прогресса, против человечества. Это серьезно. Там не надо сейчас, вот, понятно, Пыня-Эня встретились там и так далее. Но это все не смешно, это опасно. И вот сейчас надо серьезные меры принимать, чтобы эта зараза не расползлась по всему миру. Вот я имею в виду ракетные технологии, ядерные технологии. Чтобы не было соблазна применить это все. Это сейчас очень важно. Поэтому будем смотреть за международную реакцию. Я очень надеюсь, что запад, коллективный запад, и куда входят и, безусловно, Япония, и Южная Корея, и много стран, и Африки, и Азии, они не станут молчать и не станут бездействовать. Ну вот они не молчат, конечно, они реагируют. Соединенные Штаты еще в преддверии этого визита сказали, санкции будут ужесточены против Северной Кореи. Вчера они также огласили о дополнительном пакете санкций против Российской Федерации, части компаний, и 70 человек, почти 100 санкций. Но, тем не менее, почему-то мне кажется, что вот вторая наша часть, о слове бездействовать, она более вероятна к исполнению. Потому что, ну что изменит ужесточение санкций против Северной Кореи, которая и так жует сырой рис, ну кроме Ким Чен Ына и его династии, и живет под десятками санкций. Надо, может, как-то по-другому действовать, персональные санкции, о Китае тоже вспомнить, а не только лишь торговать с ним. Ну, понятно, что американцы будут действовать осторожно в отношении Китая, не так, как в отношении России, где они уже приняли решение. Но надо думать. Я думаю, что главное – это военные победы. Военные победы на территории Украины, деоккупации территории. И для этого нужно сделать все, показать, что в конце концов главные страны в мире сегодня, которые определяют прогресс, это те, которые исповедуют идеалы демократии и свободы. Вот и все. Надо показать, что демократии сильнее, что они мощнее, что они маневреннее, что они способны к более быстрым, решительным действиям. Нужен Черчилль. Нужен Черчилль. Нужен Деголь. Вот все, что сейчас нужно, наверное, для того, чтобы правильно отреагировать на возникшую общую угрозу. Да, не уверена, что мы, конечно, увидим. А видим и нечто другое. Потому что пока в Соединенные Штаты Америки вроде как новый пакет санкционов вводят против российской, так называемой, элитой организации, Европейский Союз немного другие действия предпринимает. И вот, например, пересмотрел санкционные списки, думает, ну, как-то вот тут такие хитрые пытались, можно им как-то и послабить. Ведь они, может, там что-то обещали. И вычеркнуло оттуда четырех россиян. Среди них Григорий Березкин, Фархад Ахмедов, Александр Шульгин и российский полковник Георгий Шуваев. Особенно Ахмедов нас интересует. Мы с вами также обсуждали, помните, тот его разговор, аудио с Пригожиным, но не который откинулся, а который Иосиф, продюсер. И именно тогда говорили, что этот разговор неспроста вылился в сеть. Возможно, таким образом Ахмедов и хочет этого ослабления санкций. Продюсер Пригожин, который жив, в отличие от своего похожего однофамильца, говорит, что так его и использовал Фархад Ахмедов. О чем нам говорит это снятие санкций? Зачем оно надо было? И действительно ли, как вы думаете, Ахмедов использовал Пригожину? Я думаю, что здесь мы не должны делать огольных оценок. Я не знаю Фархада Ахмедова, не помню его по Совету Федерации. Сейчас я не берусь, чтобы на это говорить. Вообще нужно тут смотреть комплексно. Понимаете, России нет в этих санкционных комиссиях. Россия, российская оппозиция. Если бы мы занимались этим вопросом, мы бы могли точно сказать, что там происходит внутри. И посмотреть материалы все. И свою проверку провести. Дело не в этом. Конечно, режим персональной санкции не доработан. С одной стороны, там есть куча ошибок, а с другой стороны, есть куча тех вопросов, которые можно было бы запихнуть в этот санкционный режим. Но вот это одна из тех проблем, что России внутри нигде нет. Даже той России, которая против Путина. Поэтому санкции, они носят, конечно, такой выборочный характер. Они работают, и секторальные санкции работают, но они носят накопительный эффект. Здесь важна не огульность, а здесь важна результативность. Вот есть те санкции, которые работают против Путина. А есть такие санкции, которые работают на Путина. Например, там семьи чиновников российских прекрасно чувствуют себя за рубежом. А принимают меры против тех россиян, которые бегут от войны. И вот спрашиваются, а вы, ребята, чего хотите, помочь Путину или помочь Украине? Там тоже есть очень много вопросов. Последние рекомендации Европейского Союза дали Путину. Огромный повод для радости. Пропаганда там уже неделю. Отрабатывают по полной программе какие-то, так сказать, в Европе. Нехорошие европейцы, которые ненавидят там россиян уже по принципу национальности и принадлежности к государству. Ну, не государству, к стране. Там сложнее всего. Выявление четыреха, не знаю почему. Знаете, Геннадий Владимирович, с одной стороны, конечно, да, каждый россиянин должен почувствовать ответственность и ограничения. И с этой стороны вот такие ограничения со стороны Еврокомиссии, они оправданы. С другой стороны, мы разговаривали и с Виталием Демарским, российским оппозиционным журналистом. Он говорит, ну вот, пришли к такому выводу, что если заберут шампунь, да, то это никак не повлияет на развитие событий на фронте, никак не остановит Путина, который развязал эту войну. Ну, и, ну, ничем не поможет, собственно говоря, то, что будут отбирать шампунь, мыло и вот эти прочие средства, если они там, конечно, есть. Там тоже надо смотреть и трактовать. Ну, а как, где найти здесь вот эту золотую средину, скажем так? У меня вопрос, а кто искал? А кто должен искать? У меня вопрос, и кто искал. Вот я бываю в Еврокомиссии, я бываю в Европарламенте. Конечно, мы там отреагировали на действия Еврокомиссии. Не только погрутили пальцем на виска, но и там обратились, написали, сказали и так далее. Я спрашиваю, а кто искал? Если вы ищите вопрос, как помочь Украине, давайте вам подскажем. А если вы считаете, что вы все знаете, ну, действуйте. Только ваши действия помогают Путину. Потому что они только консолидируют вокруг него часть тех людей, которые сегодня совершенно не хотят его поддерживать. Вы заставляете этих людей сплачиваться вокруг Путина. Если вы считаете, что вы таким образом помогаете Украине, то, как бы мягко сказать, вы очень сильно ошибаетесь. Вот поэтому, отнимая шампунь у россиян, вы что думаете, что они будут Путина за это больше ненавидеть? Больше с ним бороться? Я бы сильно в этом сомневался. А вот то, что, допустим, семьи чиновников прекрасно себя чувствуют в Европе. Это другой вопрос. А кто над ним работал? А никто. А почему? Да, а почему? Возможно, эти какие-то финансовые махинации продолжают быть? Нет. Потому что нас там нет. Потому что мы знаем эти семьи. Мы можем от компании по выявлениях. Мы знаем, кто к кому ездит. Мы знаем, кто к чему причастен. Вот и все. Если кто-то считает, что вся разведка все знает, глубокое заблуждение. Я заканчивал на Академию внешней разведки, примерно понимаю, как работает этот механизм. Вот поэтому там много ошибок делается. И в санкционной политике, и в санкционной политике, в миграционной политике. Вот я разговаривал с нами депутатами недавно. В Париже с национальных парламентов, они члены ПАСЭ. Я говорю, ребята, а вы что будете делать, когда мобилизация будет объявлена принудительная? Закройте все границы, что Путин навербовал 800 тысяч пушечного мяса. Они говорят, вообще-то надо открывать границы. Я говорю, а кто у вас из правительства, кто у вас в Европейском Союзе, думает так же, как и вы. Я говорю, там этот вопрос не обсуждать. У нас большая часть правительства, это вопрос национальной безопасности, а не хлынут ли в потоке бежащих от призыва агентов ФСБ. Я говорю, ну, конечно, хлынут. В каком-то определенной пропорции. Но у вас до этого есть разведки, контрразведки, так работайте, черт подери. Хотите, будем вам потихонечку помогать. Вы хотите что, чтобы вот эти 800 тысяч попали на фронт? Или чтобы эти 800 тысяч не попали на фронт? Скажите, что вы хотите. Мы хотим, чтобы 800 тысяч не попали на фронт. Давайте, может, работать начнем, пока они еще не попали на фронт. И не стали стрелять в украинцев, в том числе потому, что защищают свои жизни, хотят выжить. Вот простой вопрос. Мы хотим, чтобы 800 тысяч попали на фронт? Или не хотим? Я не хочу. Да, мы тоже не хотим. Я не думаю, что Украина заинтересована в том, чтобы 800 тысяч попали на фронт. Вот когда они объявили первый балл о магиализации, границы были открыты. Миллион сбежал, 300 тысяч они набрали. 300 тысяч. А миллион сбежал. После этого они начали закрывать границы. Границы же закрыты. Ни один человек призывного возраста не может выехать без риска быть привлеченным к какой-то ответственности, в том числе уголовной. А границы закрыты с обеих сторон. Здесь еще ладно, люди пошли бы там, бежали бы в границы. Границ нет с Казахстаном, границ нет с Монголией, границ нет серьезных на Кавказе. И так далее. А сейчас им все закрыто. Все закрыто. Вот я, коллега там из Великобритания, говорю, ну твоя страна готова открыть? А ну вот некий заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин говорит, что никакой мобилизации не будет осенью, что все справится с контрактниками. Вот Путин тоже считал 270-280, медведей все нормально. Не будет. Будет, потому что у них ходи кончают с пушечным мясом, они с кубинцев вербуют. Они уже вербуют там таджиков, узбеков, киргизов. Вот. Они уже начинают там говорить о северокорейских солдатах. У них нет пушечного мяса. Поэтому им придется идти на эту мобилизацию. Я заранее предупреждаю, что если мы не хотим, чтобы 800 тысяч оказалось на фронте, надо сейчас договариваться на берегу. Потом будет поздно. Поэтому там много вопросов, которые можно решить и не спорить там по санкциям. Вы мне привели один пример, а я вам приду другой. Сергей Петров, находящийся под уголовным расследованием, всю жизнь оппозицию поддерживал. Значит, он украинских санкций. Человек, который там и не голосовал за... Голосовал против... В смысле, он воздержался при... Это все равно, что против. Агрессии там 3-4 человека было. И так далее. Ураг режима. Чего он делал за санкции? Кто его туда включил? Спросили бы меня. Я с ним работал. Спросили бы Дмитрия Гудкова. Спросили бы Илью Пономаревым. Мы с ним вместе работали все в одной группе. Была у нас эта фронта в Думе. Включая Сергея Петрова. Чего он там делал за санкции? Кто его туда включил? Кто заветовался? Какие материалы были? И таких примеров вот. А эти санкции, что вот эти вещи, они работают на победу или против? Я считаю, что против. Понимаете? Поэтому, когда у нас нет взаимодействия по многим параметрам, у нас получается то, что мы там начинаем шампуни отнимать на границе. Шампуни. Это только помогает Путина. Я же говорю. Кто придумал вот эту помощь Путина в пропаганде? Вот мне просто автор покажите. Я хочу посмотреть ему в глаза. У меня есть такая возможность. Я готов приехать завтра в Брюссель. И просто посмотреть в глаза человека, который придумал отнимать шампунь на границе. В качестве меры борьбы с Путиным. Поэтому у него там, в его же собственной стране, куча, так сказать, семей российских должностных лиц жирует, так сказать, и не чувствует никаких тягот войны. Кто придумал автора? Ну да, они там хватились крепко раскручивать. Как раз это все и ложится вообще в парадигму, что все НАТО и весь Запад злой и случайный. Но вы же видите, что пропаганда, мозги у людей подвержены пропаганде. Что же мы ей дарим великолепные поводы, так сказать, работы на дальнейшем промывании мозгов? Дальше вот вопрос. Давайте я вам сейчас просто проведу. Мы разговаривали опять с этим, с депутатами. Была долгая беседа. Вот здесь во Франции куча режиссеров, куча телевизионных работников. Они говорят, нужно делать СМИ, нужно делать все контрпропаганду. Не наш информационный пузырь, в котором все-таки люди, ну, как бы, других взглядов, других мыслей, других. Мы можем там спорить, можем с чем-то соглашаться, соглашаться. Но все равно мы стоим там на позициях свободы, демократии, победы Украины, деоккупации территории и так далее. Вне зависимости от вкусовой разницы. А эти-то, которые вот находятся под пульсской пропагандой, десятки миллионов, они вот так и до сей пор верят, так сказать, что там по Москве медведи, так сказать, как Запад раньше верил, что по Москве медведи ходят в этих самых кокошниках. Ну, вот они же вообще это верят. Значит, нужно с ними, с этой пропагандой бороться. Теми же примерно формами и этими форматами, как сейчас это принято говорить. Мне говорят, да, специалисты говорят, можно такой СМИ сделать. Французы говорят, мы вам дадим возможность выйти на спутник на 4,5 миллиона домов. Больше у нас не получится. А 4,5 миллиона домов мы вам дадим бесплатно, такую возможность, если такой СМИ у вас возникнет. Я начинаю говорить, что это никто не делает. А это стоит, оказывается, 50 миллионов долларов в год, чтобы оно работало, эффективно доходило и так далее, и тому подобное. Контент и прочее, прочее там. Покупки концертов, фильмов, чтобы смотрел народ. И давать контрпропаганду на фоне того, что он смотрит. Смотребельно сделал. 50 миллионов долларов никто не может найти. А может сработать еще эта контрпропаганда, учитывая то количество... Это один залп из Хаймерса. Ну, два. 50 миллионов долларов. Вы уверены, что она сработает? Посмотрим. Нам что дешевле и быстрее? Мозги поменять внутри? Или разнести их там этим залпом Хаймерса? Что дешевле, проще и быстрее? Ну, вот, разве я не прав? Я просто не уверена, что после стольких лет пропаганды может сработать контрпропаганда. Как поменять сознание? А почему же не срабатывают? Срабатывают. Дайте нам ящик сейчас телевизор в России, который узурпирован Путиным. Через два месяца от рейтинга Путина и вообще-то, так сказать, от него ничего не останется. Вы полагаете, да? И возможные протесты тогда будут и проживлены? Я не полагаю. У меня есть опыт 90-х годов. 80-х, конца 80-х годов. Революция 91-го года была продиктована, не продиктована, а стала возможной после того, как пошли разоблачительные материалы по телевизору. Они там идут с 89-го года, когда народ увидел, что собрались в Первой Думе, в Первом парламенте, Верховном Совете СССР, люди, говорящие правду. Свободны, без микрофона, без бумажки. Это был шок. Ну, в силу возраста вы этого не помните, а в силу, я думаю, что все украинцы моего возраста прекрасно это помнят. Вот, потому что Мавара, да, общая большая страна. И началось разоблачение сталинизма, началось разоблачение всех, хотя ужасов большевизации, коллективизации, переселения народов. До этого же никто ничего не знал. Это был состояние шока. Почему там миллионы людей вышли в Москве? Потому что 89-го года они начали узнавать правду. Правда была ужасной. Почему мы сейчас не можем использовать механизм разоблачения деяния режима? Можем. Смотрите, сколько они совершили зла. Знают ли люди, что, допустим, там при Путине Россия не только обретала территории, но их теряла? Да никто не знает. Та же демаркационная линия с Китаем, я сейчас не оспариваю, там правильно или неправильно, та же демаркационная линия с Китаем, граница вернее, изменение границ, 15 лишним тысяч квадратных километров Китай получил по этому договору. Демарка, значит, установление, уточнение границ с Норвегией и так далее. Там можно много чего приводить, примеров, когда при этой власти, при Путинской, Россия теряла территорию. Никакого он не хорошее собиратель. Да там много можно чего сказать, только как? Если все блокировано. Блокировано Ютьюб. Ватсап хотят заблокировать. Ну, собирайте. Ватсап. Блокировано Твиттер, блокировано Фейсбук, блокировано Инстаграм, блокировано там ничего. Так они даже хотят же Ватсап блокировать, по которому они еще и у наводчиков собирали информацию. Но даже это, видимо, не остановит, потому что это же вражеское и вдруг кто узнает правду. Конечно, они ТикТок собираются блокировать. Хотя там сидят 16-15, 10-летние мальчики и девочки. Поэтому нужно садиться и вырабатывать план. И не то, что там нет у нас в российской оппозиции ресурсов. Ну, нет. Потому что государство отняли. Но есть понимание того, что происходит внутри страны, более точное. Более точное знание. Более точное понимание, что можно противопоставить. Вот в этой ситуации, когда идет горячая война. А иначе, а вот если, например, закрытие границ будет полным, так подумалось мне, мобилизация неизбежная, она и не прекращалась. Но умирать же все равно не все хотят. Они же понимают, пусть там кто хочет заработать. Но мы уже тысячу раз проговаривали эту тему. Но тем не менее, из 800 тысяч, вряд ли, я думаю, что все 800 или там около миллиона, они вот хотят идти и не вернуться. А вот это не может сработать все-таки против? Нет ли шанса? Потому что, ну, почему-то же Путин не хочет, чтобы публичная мобилизация даже фигурировала в вот этом же медийном пространстве, о котором мы говорим. За чего-то такие опасаются? Вы знаете, все будет зависеть от силы и слабости власти. То есть Сталин десятки миллионов гнали, как сход на убой. Бросали. Вы знаете истории эти, когда разминировали медные поля людьми? Об этом же Жуков откровенно заявлял. Сзади, без загранотряда, сзади с пулеметом. Так и сейчас такое же. И сейчас такое же. Поэтому все зависит от того, если власть карательные меры, так сказать, жесткие, применяет и не сомневается, то очень сложно этому противостоять. Очень сложно. Народы время от времени оказываются в угнетении, в состоянии оболвания, психоза, под массовыми репрессиями. Это не единственный случай в истории, когда Россия оказалась в этой ситуации, когда власть узурпирована, захвачена, начала удерживаться грубой силой путем тюрин, пыток, и знаний страны и так далее и тому подобное. Это же не первый случай. И с Россией не первый случай, и с миром не первый случай. Так что опыт-то есть и исторический. Есть опыт исторический. Поэтому, когда мы сейчас уповаем на то, что они развернутся... Понимаете, для того, чтобы они развернулись стволы, нужна критическая ситуация внутри страны. Нужно ослабление власти. Нужны какие-то организующие структуры. Нужны возникли какие-то лидеры. Вот Пригоржин таким лидером стал. Да, может быть, другого крыла, но тем не менее. Там же никому не дают подняться. Там даже муниципальным депутатом невозможно стать. Потому что тактика Кремля давнишняя. Никто не должен вырасти в политическую фигуру. Поэтому они всех и сажают, выгоняют, лишают трибуны, сажают под аресты и так далее. Это же понятная тактика. Не должно появиться лидеров у протеста. Ну, как вот в Беларуси, посмотрите. Ну, вышел в Беларуси миллион. Каждый девятый вышел. И что? Да, и немало стояли. И стояли. И мужество проявили, смелость. И он, Мария, господи, Колесникова, не поехала. Хотя ее вывозили на границу, типа, уезжай. Осталось сидеть в тюрьме. Поэтому, когда нет лидеров, вожаков, когда нет организационных структур, даже миллионы, когда выходят, каждый девятый. Для России это было бы 16 миллионов, если бы вышел. 16 миллионов. Вот вы считаете, что в России вышел 16 миллионов и ничего. Потому что лидеров ни одного нет. Вот и все. Поэтому тут мы можем, конечно, рассуждать что-то. Дай бог, чтобы они взяли и повернули стволы. Но для этого им кто-то должен подсказать эту идею. Они нас с вами не слышат. Вот то, что мы сейчас с вами находимся в эфире, нас они не услышат. Причем даже те, кто смотрят и слушают, но при этом не слышат. Потом это по комментариям просто заметно. Вы все врете и вот это вот. Вагнера приземлили и Пригожина во всех смыслах. Недолго все это длилось. Закрывает сейчас Вагнер полностью офисы в регионах, также Российской Федерации. А это сработало, да, все-таки, для Всевдоритов? Я уже давно говорил еще в июне, что ставим крест. Больше Вагнера не будет. Да, да, вы говорили. Как говорится, недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах. Все понятно было. А то, что там Путин осуществил публичную расправу над Пригожином, ну, это в его стиле. Потому что больше всего он боит своих. И нужно запугать даже не народ, а своих. Народ-то, ну, взорвали, взорвали. Мало ли что там. Вроде так, она сам междузаботчик, разборка. Он своих пугает. Пугает своей элитой. Вы смотрите. Если вы меня предадите, я расправлюсь с вами жесточайшим образом. Это же не народно направлено послание. А вот как раз тем, кто с Путиным. Да, я думаю, что еще. Ну, дурак оказался Пригожин. По всей вероятности. 99%. Даже не оставил нам никаких посланий с того света, которые должны были начинаться вот с этими замечательными словами. Если вы видите меня сейчас на экране, значит, меня нет живых. Я вам сейчас все расскажу. Ну, вот, видимо, он находился в такой эйфории. Путин внушил ему такую эйфорию, что ты, парень, снова в обои местные, он на тебя рассчитывает. Ну, вчера как раз я мне почему-то показал, что Юлия Латынина, другую мысль, что не мог Путин позвонить. А я вчера был у него в эфире. Говорю, у меня вот все равно ощущение, что сам Путин позвонил. Она говорит, так я тоже считаю это так. То есть я получил поддержку вчера вот этой версии. Я действительно считаю, что позвонил ему Путин. Разговор был примерно, ну, условно такой. Жень, привет. Нужен очень важный вопрос. Я сейчас тут в Курске, открываю там памятник или не памятник. Буду на Валдай там чем к вечеру. Бери самолет, сажай ребят своих. Я тебя жду, и будет серьезный разговор. Есть одна задачка серьезная. И они все полетели к нему. А там либо бомбы, либо ракеты их уже ждали. А может и то, и другое, чтобы не промазать. Да, почему-то я тоже не удивилась бы, если бы мы даже подтверждение этому получили. Геннадий Владимирович, спасибо вам большое за этот разговор. Непростые темы у нас и очень много вопросов. Ну, вместе будем искать на них ответы и действовать так же. Спасибо вам. Берегите себя, не болейте, и все будет хорошо. Спасибо, и вам удачи. Спасибо, до новых встреч. Друзья, Геннадий Владимирович Гудков, российский оппозиционный политик. С ним была я, Ирина Узлова. Спасибо, что вы были с нами. Пишите свои комментарии. Очень интересно услышать, что вы думаете касательно тем, которые мы подняли. Дискуссионные они очень даже. Берегите себя. Поставьте также лайк, когда все это сделаете в нашей трансляции. Верьте в себя. Приходите к нам еще. Победим. Продолжение следует...